Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Вот за прошедший день мы всегда отдаем отчет. Нас попросили создать эту тему уже 37-й день, пока пропусков не было. Считай. Номер 37-й. Вопросы, пожелания, события дня. Задавайте вопросы. 17.01.2016 года. Сегодня понедельник, это вчера за воскресенье что поступило. Это я как эпиграф взял к тому, что творится сейчас везде. И в церкви, и в государстве, как клеймо осталось от императора. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II. Записана им в своем дневнике 2 марта 1917 года в день отречения от престола. Вот все. За размышления. Дальше. Я не бываю вконтакте, в одноклассниках, там в фейсбуке, там еще живой журнал, тут все у меня есть. Но я не люблю эти, они не такие, как хотелось бы. Нет такой быстрой передачи. И там работают модераторы и администрация, и они перекидывают на наш форум. Чтобы сразу показать наш форум, вот, покажу форум наш. Вот сколько здесь есть. Ага, форум это здесь. Вот оно, видно где. Вот он форум. Показать его. И на этот форум заходите, регистрируйтесь. Это через Яндекс зарядите форум Игнатия Латкина. Видите, очень большой форум. 1587, кажется, тем, только тем. И сюда вставляете дальше. Я прямо непосредственно здесь уже буду отвечать. Вот сегодня как раз я это буду показывать. Ну, а это наш православный видеоканал. На нем выставляется, а потом переносится на наш Mail.ru. Вот сюда, моя страница. Видите, какая. Игнатия Латкина, зарядите только, тоже найдете. Я их перекидываю сюда все. То есть копирую. Потому что это мои ролики. И поэтому имею полное право это делать. Вот, это я объясняю. Дальше объявление даю, что кто может, чтобы помогли. Один ролик взять, просмотреть и кратко показать. На какой минуте что есть. Вот здесь. Вот у меня есть уже под предыдущими. Там Коля Николай какой-то. По мере даже не знаю. Это делает. И вот так подражать ему. Найдете где. Ну и что у нас тут было. Так, Алексу Стасу. Удалил свой комментарий, чтобы не давать никому повод к соблазну. Бог рассудит и покажет нам все, как есть на самом деле. Но после смерти. Ну видите как. Он сам удалил. Сказал это. Некоторые-то видите, что совсем не то говорить это. Войны не могут ничего сказать. Ругаются ужасно. Сегодня я встаю сейчас на два, на полтора раньше. А встаем-то мы в 4.40 утра. Но я пораньше ложусь. И просто видно совсем не то делает. Сам взял и убрал. Дальше. Михаил Лазарев. Игнатий, я прислал тебе открытку. Она ждет тебя тут. Вот. Мне открытки не нужны. Я прошу, пожалуйста. Если кто-то присылает, я смотрю, кто примерно вычленяет из друзей. Потому что они рассылают не одного, а всем. Я попадаю в счет. Засоряют у меня первая страница. Допустим, у нас табличка «5 дорог в Потеряевку» и написано «Территория деревни курить запрещается». И кто-то придет и на нее навешивает свое. Продается там сникерс или что-то. Зачем мне-то, когда у меня свой труд, своя деревня, свои объявления. А эти, которые вы присылаете, они мне на первом месте стоят и ролики закрывают. Единственное, кого я еще не закрыл, из друзей не выкинул, Владеря Михаил. Он хороший оставит ролики. Поэтому, если он услышит, сами меня уберите. Я его оставил, потому что видно, что он старается. Все такое прямо божественное у него. Но мне они не нужны. Мне никакие ролики не нужны. Совершенно. Во-первых, ролики у меня все на форуме. Вот туда можно ставить по теме. Туда заходите. А на мой мир не надо. Дальше. Игла, а вот на которых ничего чужого нет, кроме подлинного нашего, как сейчас на Потеряевском концерте на Рождество, то тут нужно обжелать претензии патриарших негодяев. То есть, мне пришлось убрать около 25 или 30 роликов претензии. Музыка какая-то. А что эта музыка? Откуда там была? Или при записи была? Ну, мы это убираем. Мы какие? Баптистские песни. И даже вот концерт идет в Потеряевке. А Виктор, это Игорь, играет на гитаре. Видимо, аппаратура, которая там высчитывает, как будто мы взяли чужую. А он сидит тут же и играет. Тогда, выходит, еще нельзя делать. Можно призвязать себя к рубашке. Не такая у тебя рубашка такой компании. Я понимаю, что это на Ютубе. А они там платят за рекламу на своем ролике. Некоторые этим питаются прямо. Так вот, на Майл.ру тут не платят еще, поэтому они никогда на это не смотрят. А там они смотрят внимательно. Видимо, так и надо, чтобы не воровали, а расплатят-то. Платить надо за свою рекламу-то. Но у нас нет чужого. Совершенно. Мы поем свои песни. Там фон слышится. Ставили там фотографии, как вот называют, слайд или что-то. Там есть такое. Но к табапистке песнопения, которое у нас написано, у них там были, мы списали. Даже не из интернета. Даже откуда они взяты-то. Мы встречаемся, поют. И пение, музыка, музыка играет. Но чтобы не было, они очень строго за этим смотрят. Пришлось их все перекинуть на мой мир. Дальше. И вот тут никто не может иметь претензий и не заявлял их. Это песнопения баптистские. Взято даже не из интернета. Кто может предъявить претензии? Баптисты? Они напротив того, даже рады, что их песнопения шире стали известны. Не нужно, может быть, ничего и не делать. Ничего и делать. Тем более фильмы. Не знаю, сколько лет стояли. Вдруг в один день столько претензий. С чего бы это ради? Ну да. Наши фильмы, наши мы составляли. И вдруг столько претензий. Прямо совершенно ни к чему. Вот на кладбище батюшка наш, в Потеряевке, Панихида. Поют наши песни, претензии. Какие претензии? Якобы музыка слышит, что кто-то специально это делает. Я прослушал, в лесу, в Потеряевке. И ничего больше нет. Одна запись. Там не может быть на кладбище фон какой-то. Или хоронят кого-то у нас к этому претензии. Но я не стал спорить. Убрал. Убрал. Это уже не первый раз. В общей сложности уже много пришлось убрать. Совершенно необоснованно. Но один раз я восстал. Веду занятия в университете. Претензии, что мы что-то взяли. В университете я стою на кафедре. Рядом стоит Игорь. Аудитория моя. Снимает наш священник. Ну и правда, они прислушались. И кто претензии-то имел, он снял и все осталось. То есть, ну, я не могу еще объяснить, что это. Там выше еще прочитать надо. Выше? Да. Там ролик видел, где панихида на нашем кладбище. И там ни звука чужого, и мертвецы не поют. Но они изверги подмешивают музыку и жалуются, чтобы нас закрыли. Это подтвердшее кодло пивается злодейством. Исайя 24.16 Исайя 24.16 Вот откройте и посмотрите, о чем там говорится. Злодействуют, злодеи, злодейские. Ни перед чем не останавливаются. Рыскают, сквернословят. Нет таких вот, чтобы сквернословили, постоянно преследовали, как патриаршие. Священники или ими. То есть, как будто бы изверги рода человеческого. Ну не так сказали, обменялись мнениями. Нет, им не мнение надо уничтожить. Мы добьемся, чтобы вас с регистрации сняли. Добьемся, чтобы общины не были. Батюшка, он у вас незаконный. То есть, всякое безобразие творят. Почему? Потому что часто причащаются, им прощаются. Прощаются, прощаются. Вот пошли здесь спросить. Задают вопрос. Вот сын запился, там, наркоман. Ну, уговорите, что пришел в церковь и причастился. Понимаете, причастие это игра. Самая страшная игра на земле. В алтаре играет. Не так я тебя отлучу. Ну, а Господь показал одного в житии от святых, говорит, у него сзади рот видно было, дыра полностью здесь. Почему? Ответ был один. Незаконно отлучал от причастия. А другие незаконно причащаются, без правил, без исправления жизни. Многие больные, немало умирает. Дальше. Вилли Олсен. Это США. Не православный. Но вот пишет, что я ставлю все равно. Вы не боитесь, что вас обвинят в сумасшествии? Ответ. Апостол Петр тоже был сумасшедший. И апостол Павел. Ну, разве нормальный человек попросит, распните меня вниз головой? Это Петра распяли так. Все люди, которые стараются жить по правде в этом мире, все безумны. Безумны. Потому что этот мир живет так. Отпихни всех и оторвись все бабки. И давай все купим. Этот мир бредит наяву. У тебя 20 миллиардов долларов. Отдай один миллиард и закрой проблему сирот. Нет, не может сидеть. А человеку, который говорил о Христе, голову отрубим. Так кто безумен? Христианство это жертва ежечасная. Не можешь, не придуривайся, так и скажи. Я жену не люблю, детей не люблю, друзей не люблю. Зато люблю ходить в храм и поклоны класть. И чтобы вокруг все были в юбочках, платочках. Это не вера, это дьявол, чистой воды. А вера это любовь. А любовь это простить и выслушать. И каждый день самого себя бороть. Вот что такое вера. Тогда и накормите пятью хлебами на город. И рыбы выловите столько, что сеть не уместит. Ну и вот он показывает, откуда вот это я показываю. Если кто желает, проверит, можете связаться с человеком. Но попыток на него не будет. Раз он протестант, им это не надо. Им нужно только те, кому в православии Бог открыл истину, свалить надо. Любыми путями. Мир вам, Игнатий. Писал вам это сообщение. Вы поставили знаки вопроса. Почему не высветилась моя фамилия, я не знаю. Я вам писал, что Тарабич был прав, что вокруг вас будут лицемеры. С уважением к вам, Харин Владимир Игоревич Петрозаводск. Ну, виноват, может быть. Я вижу, что некоторые боятся там, фамилию не ставьте. Ну, прости, Владимир. Дальше. Игла, в Эстонии мы оставили четыре экземпляра. Это меня спрашивают сейчас. Я покажу, говорил об этом, что книг не хватает. Мы оставили, да. Дальше, в Эстонии для чего оставили? Для Эстонии, Швеции, Норвегии и Финляндии. Машина сломалась, и мы повернули со Скандинавии сразу на Калининград. Мотор полетел. Итак, в каких комплектах, в скольких экземплярах нет указанных вами книг? Тома 1, 1, 2, 16, 20, 21. Также нет в этом комплекте симфонии по житиям святых. То есть нет шести книг. Куда же они могли деться? Кто-то же взял их, не мыши же съели. Узнать, найти и вернуть. И потом, дайте мне адрес для пересылки на Москву. Но за пересылку прежде нужно будет заплатить. У меня минимальная пенсия, 92 доллара в месяц. Мои данные вам вряд ли потребуются. А потом лучше через Вестерньюнион. Или как? Высылайте копию чека. Высылайте копию чека. Здесь же можно. Но прежде нужно отписаться, получить ваш точный адрес с индексом и телефоном. И я скажу, какова будет примерно цена пересылки. То есть они решили, что книги послать в Москву, а тут кто-то приедет, заберет и все. Мы это оставили в Эстонии. Все договорились, оттуда созвонились в Синляндии. И кто-то будет это делать. Но оказалось, пока стояли, книг некоторых нет. Не знаю, чем ответить. Саша Дронин. Ведь он начинает работать и как он говорит и докладывает. Владислав Марышак. Казненный саудитами шиильский проповедник шейх Нимр Аннимр был действительно незаурядной личностью. Его проповеди для правящего в Аравии режима были пострашнее любого оружия. Кроме того, шейха нельзя было купить. А сломать такого человека не могли даже за стенки. Один только взгляд Нимра и его профиль говорят сами за себя. Еще одна подость королевского дома в Сауд в том, что казнили шейха, дабы нивелировать его величие вместе со всяким сбродом, состоящим из террористов и уголовных преступников. Вот так делали в первые века. Преступников вместе. И два разбойника Христа посередке. То есть это такой же разбойник. Не отдельно. Не в политическую статью. В сети нашлось одно из выступлений Нимра. В отличном переводе на русский. Послушайте, этот человек даст фору всей своре напыщенных западных лицемеров. Христиане без Христа. Ну вот показывает где. Ну, такое доброе дело. Александр Артеменко. Игнатий Тихонович, чтобы уменьшить время просмотра видеороликов, в настройках экрана Ютуба внизу шестеренка. Увеличьте скорость 1, 2. 1,2, 1,5. Ну я это не знаю. Вот смотрите сами, как увеличу, чтобы быстрее двигалось. Главное-то слова-то слышу. Правильную мысль Александр подает. Ну вот если это сделали, все, тогда отхожу на другую тему. Вот смотрите, что у нас получается. Вот это наш листик. Тут очень много. Сколько у нас сейчас видео? Видео 2292 ролика. 2000, да? Да. Вот, из фотографии. У нас в запасе еще есть, еще выставим. Приходите сюда. Здесь можно переписываться, заказывать книги. Ну это наш видеоканал. И вот смотрите, видеоканал вот здесь вот главное есть. Если на нее нажмете, то она выстится именно вот так вот. И внизу выставляется жития. Это где-то 80-е годы я насчитал. Конечно, качество не лучшее. Мы хранили под землей, закапывали, прятали. Много конфисковано было. И теперь вот один добрый человек обрабатывает эти жития, по отдельности ставит, и иконы их выставляют. Это жития, допустим, Серафима Саровского. Это 1173 ролика может быть. Заходите сюда и смотрите. На каждый день. Ну какие жития? Сколько? А час 38 минут. Это 41 минута. А это? 2 часа 15 минут. О, да, Серафима. Видите, какие? Это 2 часа, считай, только одно житие. И в аудио. В аудио. Вот, пожалуйста. Теперь, вот, что пишут. Ну, опять же, не сам на форум пришел, а его перекидывают администраторы. Или модераторы там. Захарий Шостаковский, 43 года, Киев, Украина. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Меня зовут Захарий. Я живу на Украине, в Киеве. Случайно попал на ваш сайт, и ваши видео мне очень понравились. Я давно ищу Бога, но я не знаю, одни говорят так, другие по-другому. Я совсем запутался. Очень хотел бы поговорить с вами по этому поводу. Заходите по скайпу, зайдите. Ну, видите, Игнатий, 10. Ну, просто зайдите, напишите. Я тогда вам откликнусь, приму в друзья, если увижу, что это нужно, необходимо вам. Ну, попутно, раз больше я вас не увижу, скажу, бриться не надо. Это не годится. И сразу начнись с малого себя ущемлять. Даже ты не знаешь, надо, не надо. Ну, посмотри на иконы, на все. Я могу посоветовать, там есть храмы Московского Патриархата на Украине. Ну, туда сходите, посмотрите, познакомьтесь, читайте литературу, молитвослов купите. Дальше я еще могу говорить. Я не могу говорить то, чего сам не имею. Вот, дальше. Галина Юдина, 53 года, город Малояз, Салаватский район. Игнатий Тихонович, спасибо вам за ваши труды. Я с уважением отношусь к людям, которые проповедуют православную веру. Буду рада. Так, тут что? Александр Гембержевский, 40 лет, Первомайский. Игнатий, спасибо, братьев, что вы у меня есть. Простите, братьев, я вас называл. Продолжение. Ищи в этом скайпе вас, Игнатий Тихонович, а не разбираясь в нем. Игнатий Тихонович, с праздником вас, храни вас Христос, счастья и удачи. Дальше. Райхан Джайканова, Зигедулина, Алматы, Казахстан. Поднакомились у Санятий Тихоновича? Можно ли молиться под видео? Как в церкви получается? Под видео? Я не понял, что значит под видео? Кто-то снимает в это время или что? Можно. Приучайтесь так, шумит, кричит. Не обращайте внимания, потому что внезапно обстановка изменяется. Вас могут арестовать, и там будет такой кавардак, а вы продолжайте молиться. На вокзале идете, на дороге. Дальше. На ютубе молитв много. Сегодня не смогла сходить в церковь. Я по субботам хожу на вечернюю в 15 часов. Вот нашла и встала на молитву. То есть она из сектантов каких-то там была, познакомились. Ну я сказал, где она в Казахстане, ходите в православный храм Московского Патриархата. Слушала и поклоны делала, когда надо. Молитву включила Святой Богородицы. Вот, если у нее не было, она, видите, какие изменения. Вот дальше она пишет. Вот такую что-то. А то о чем она пишет? Ну давай включим. Канон молебный Богородицы. А? Канон молебный Пресвятой Богородицы. Так, дай-ка там включи звук. Ну все, ладно, заключаем. Православная библиотека, все это правильное. Тут проверять нечего. Дальше. Анатолий Тархов, Новосибирск. Игнатий Тихонович, является ли это выступление Папы Римского началом формирования новой мировой религии? Видите, мне очень много времени отнимают. Ну я просмотрел это дело. Может быть и так. Потому что все там соединяется вместе. Ну, как сказать. Начало это или уже конец, плотно и подошли. Дальше. История мусульманина о встрече с Христом. Посмотрите, не пожалеете. Ну вот так. Посмотрите. Вот видите как где. На нашем форуме. Заходите. Ну что, вот. И еще что. Я недавно перешел к такой мысли. Вспоминая свои грехи из прошлого. Вспоминая здесь и сейчас весь этот позор. С ужасом осознаю, насколько я этим изуродован. Для меня встал вопрос о покаянии. А вернее действие этого покаяния в церкви. Сейчас лежу больной на кровати дома. И думаю, что все мои походы в церковь были как будто пустым занятием. Будто бы вовсе не грешил. И вообще грешить нельзя. Думаю, в будущем будут огромные реформаторские движения в РПЦ. Будет намного все строже. Как вы и говорите. Вернее, как и должно быть. Ну вот так, говорит. Вот вопросов никаких нет. Вот эти уже были, кажется, да? Некоторые вопросы задавали всякие. Ага. Много таких нехороших вопросов. Ну считай. Ну да, да. Добрый день, Игнатий Тихонович. Хотел бы извиниться перед вами и всеми братьями за мои глупые вопросы по веру Христову. Какой-то бес в меня вселился. Сам не понимаю. Со всеми спою. Кому-то что-то пытаюсь объяснить, доказать. Сам окись свинья в колу. А еще туда же кого-то чему-то учить вздумал. Так что простите меня грешного, люди, кого чем обидел, что не так сказал или написал. Простите грешника. И еще, если можно, спросите у вас и у Никиты. Как можно отучить взрослого человека от компьютерных игр? Никак. Не отучить. Это бесполезно. Только Христос. Я в детский лагерь, я 44 года начальник детского лагеря, его организатор, создатель. И включил, что дети играют на компьютере. Ну, увлечены этим. Уже не беру. Они совершенно не в этом мире. Они в рамке монитора находятся. Там одержимые. Беснование, при том, совершенное беснование. Вот мы в храме находимся. Пустой почти храм. Ну, мало людей-то. Открыта порточка, открытые двери. Прохладная погода. Только стали молиться. Хлоп, парень упал. Но если бы он придурялся. А тот белый, как бумага. Мы его вытащили на улицу, положили на скамейку. Захожу. Она не упала. А сапира падает теперь. Сапиру потащили. Вытащили. Заходим. Третий лежит. Третьего вытаскиваем. Те двое сидят уже разговаривают. На улице все. Ничего нету. Стал бы расспрашивать в чем. Это они знают все про компьютерные игры. Я знаю, которые. Они дурдомом заканчивают. Вот смотрел. Ночевал у них там у нас знакомая одна. И вдруг схватил нож. И давай резать. За что? Теперь его судят. Я пошел на суд. Суд признал вменяемым. А за что он резал? Он говорит, я не помню этого. Он в кино. Смотрел, а ты как тут делают-то. И все. У них же пил, ел. Спал. Молодой парень. Там не знаю, лет 18. Схватил нож и все. Ну, коневая Валентина Павловна внук. Это же было. Дальше. Мой брат как с ума сошел. Все свободное время проводит в играх за компьютером. И уже не зная, что делать. Пробовал проводить беседы на эту тему. Удалял игры. Он обиделся на пару дней и новых накачал. Никакие семейные дела, другие увлечения, занятия ему не интересны. И работать он тоже не хочет. И так уже не первый месяц. Даже до того, что у нас с ним перепалки из-за этого начались. Ума не приложит. Что делать, когда это пройдет? Не пройдет. Только будет хуже. Он как сумасшедший, так дальше и будет. И кинется на вас драться с ножом и проще. Такое будет. Так что ничего нельзя сделать. Только молиться, чтобы Господь обратил его. Читайте Евангелие. Святой водой покрапите. Как я говорю, там все свои. Причиндалы-то эти. Ну и вот. Теперь мы маленько отвлечемся. Дело в том, что на меня нападают когда люди. А зачем вы судились? Вот на вас нападают, а зачем вы обороняетесь? Я объясняю. Если я просто был бы физическое лицо, то разговора не был. Но я юридическое лицо. Я начальник детского лагеря. Без помощи государства. 15 комиссий за два месяца с половиной было. В 99-м году. Если они меня свалили, все лагерь закрыты. Но мы отстояли его. Были суды. Все до одного суда я выиграл. А почему? Мы поехали в дороге там, за границей. Я набрал документы. В общей сложности примерно 300 документов было. Показать, кто мы такие. Какие журналы про нас печатали. Нас остановили в Греции. А кто вы такие? Я ему показываю. У нас документы с печатью. Кроме того, газеты показывают. А вон как в Грузии было. В Азербайджане. То есть это необходимо. Я сейчас покажу. Вы говорите ни на чем не основано. В окно так осмотришь, и нигде не был. А я староста. У меня книги. Я должен защитить. Показать, что и как, и к чему. Это не мое мнение. Я мнение других людей покажу. Которые нас знают по 30, уже по 40 лет. Вот вопрос у меня в книге. 2477. Я бы мог сказать. Не посмотрел какой том. Открытым оком. Когда с коммунистом судились за его клевету на вас, то судья назначил экспертизу по важным вопросам, где нужно было компетентное заключение специалиста в определенной области. В чем заключается такая экспертиза? И как конкретно она выглядит? Вот как она конкретно выглядит. Понимаете как? Я вот сейчас немножко чуть-чуть отвлекусь. Может быть это не так и важно. Но хотелось показать, где здесь статистика. Вот. Смотрите. Сфотографируйте для себя. Это том какой? 30, 31, 32, 33 том. 33 тома у меня открытым оком. По 752 странице книги. И вот какие вопросы, в каком томе, сколько и по какому. Там какой был вопрос? 2700. Ну я не помню уже. Не помнишь. А там и где его сейчас смотрели? В какой теме? Суды и глав. 2700, да. А, 2440, 2440. Ну вот сейчас можно нажимать на 2477. Где это? 2400. Вот оно, 11 том. 11 том. Вот оно где. У кого это есть? А где это? А где-то можно прочитать том. А вот где? Смотрите. У нас есть сайт. Огромный сайт. И вот здесь все книги мои. Откройте этот том. И там на этой стороне этот вопрос. Под номером вопроса, не страница. Найдете. Здесь оглавление. Вот. О деревне. Что строим православную деревню. Вот. Здесь детский лагерь. Все данные. Только ткни и дальше все откроется. Вот ткнул здесь уже на православном форме. Здесь нажать на видеоканале. Здесь вот сколько вопросов. 4124. Они разбиты по 55 папок. Здесь покаяние, политика, потеряевка, праздники, пророки. Просто заходите, смотрите. Это очень большой, огромный сайт. Здесь 50 книг аудио только начательно. Фильмы какие стоят. Вот. Теперь я и не найду, где я был-то сейчас, говорил. Суды. Нет, это вот здесь. Вот здесь вот. Второе? Да. Говори дальше. Ответ. Ответ. Судья попросила провести лингвистическую экспертизу. Что и было сделано. Комитет по образованию администрации железнодорожного района города Барнаула. Средняя общеобразовательная школа номер 68. 056. Ну, Даша Антона, Петрова, Телефона, то есть все. А я из книги взял. То есть был такой человек. Секретарь. Он не первый секретарь, а секретарь по идеологии Мамовского района. Вот. Морозов Николай Иванович. И он написал Полюшка Поля, там небольшая книжонка-то. И меня там прощехвостил. Как хотел-то. Ну, я позвонил ему, говорю, это не было. Мы с вами не встречались. А он уперся. Ну, я подал в суд. И дальше начали судиться. Я доказал, что когда он говорил, было, а он и все точно, точно. А когда в Потеряевке уже два года не существовало, вообще не было. Там только воробьи и крапива было. Не было. А почему? Потому что он уже был документ, и пришлось в архиве, краевом быть, смотреть, когда он был. В это время с ним кто приехал, Гатсон Биллер один там приехал. А он был директор книги какой-то политической магазина или что-то. А его через два года, только когда Потеряевка исчезла в 72-м, а он в 74-м стал директором. Ну, ясно дело, раз приезжал с ним, надо просто знать, как судиться. Мне это необходимо. Если меня бы одного толкнули, я один, да никакой нужды нет. Но за мной стоит слишком много. Здесь речь вот о книгах. Я должен их защитить, как автор. Дальше. Вот теперь идет уже. Отзыв о образе героя повести Морозова, Полюшка Поля, Лапкини. Я не буду говорить о художественных достоинствах повести Николая Морозова, потому что уже самоопределение жанра повесть противоречит литературной форме Полюшка Поля. Это скорее мемуары, то есть воспоминания, при том ностальгические, обышедшие однопартийные эпохи. Он был секретарь по идеологии Мамонтского района. Ничего оригинального, самобытного в повести нет. Все события укладываются в мировоззрительские рамки коммунистической идеологии. Отсюда вывод. Полюшка Поля – вещь, которая не заслуживает внимания, как литературное явление. Это, в кавычках, повесть – вещь идеологическая. Именно с идеологической точки зрения надо судить и о образе Лапкина. Конечно же, этот герой – герой отрицательный, и, конечно же, положительный герой Матросов. Это Матросов Матросов, а то он Морозов себя Матросовым назвал. Должен победить в вочной схватке этих двух людей. И победить последний должен уже именно потому, что учение Маркса Ленина о религии единственно верно. Оно не допускает конкуренции, потому что лежит в основе советской власти, а потому само есть власть. Видите, какая экспертиза? Советская литература страдала схематичностью уже потому, что делила героев произведений на своих и чужих, вернее, чуждых. Естественно, Лапкин в качестве отрицательного персонажа должен был выглядеть так безобразно, чтобы народ ошатнулся от него. Вернее, не от него, а от его мировозаимческих пустоя. Понятно, почему я должен теперь это защищать? Если бы я просто сидел как печник, тогда нападая на меня, ничего за этим нету, ничего, дальше я все равно буду работать, ну, меньше будет заказчиков или я уже не знаю. Здесь другое, вот главное там в чем дело, мировоззренческое, идеологическое. Вот меня допрашивают, вызвали в военкомат, ну, я же в армии служил, но сидит один гражданский там, ну, меня спрашивают, все время подкапывались, я все время на учете на особом стоял. И вот однажды иду с работы, кричу, эй, борода, на мосту иду, человек подходит, вы меня не помните, нет, на вас отвызывали в военкомат. Так я сотрудник КГБ, я сидел просто слушал вас, здорово отвечали, и начинают мне говорить. Я тогда сказал, один у нас отсидел уже сроки, за слово Божие это, и он говорит, гонение будет, если они так вот ищут, так и было, так и было. Дальше. То есть, ничего нового образом Лапкина Николай Морозов не открыл, ничем новым не удивил, а потому скучное впечатление складывается не о героях, в кавычках повести, а о самом авторе. Вот так, напоролись они наконец-то. Каков же Лапкин, которого так лихо развенчал товарищ матросов, надо понимать Морозов. Во-первых, наглый тип, читаем, кавычки открыты, Лапкин и его жена втруглись в класс без всякого разрешения во время урока. Отстраняли, надо полагать, применяли насилие, учительницу отстала, дуэтом, ишь как спеклись мракобесы, начинали свои проповеди. Далее, педагогу приходилось объявлять внеурочный перерыв и предлагать детям немедленно покинуть класс. Теперь мне нужно доказать, что ничего этого не было. Мы с ним не встречались. Он говорит, в этот день я заехал к вашему отцу, а отец у меня без руки. Я говорю, отец мой выше меня. О, он намного выше вас. Я ту же фотографию представляю, заверяю, все, отец ниже меня ростом. Теперь свидетели, которые отца моего видели, знают. То есть я должен был по пунктам разобрать, что он лжет, он ничего не был, не видел. С женой мы приходили в класс, отталкивали учительницу, шли по рядам, раздавали Библии. Библии? Ее одной не было на район Библии-то. А какие ряды? А в классе было три... Теперь я должен был идти в архив краевой и доказать, что в классе было три человека всего. Какие ряды? Понимаете, это даже брехнёй нельзя назвать. Я должен был доказать. А почему? Потому что теперь я уже выступаю как верующий по книгам и по всему, которым можно верить. В данном случае стилистически верно было бы приказывать детям немедленно покинуть класс. То есть то, что есть, это показатель неряшливости, а может быть и безграмотности. И теперь учительница какая была за те годы, из архивов достали. А у ней сын Саша, доктор пилологических наук. Пришлось его в суд вызывать. Я говорю, ну ваша мама, Ульяна Ивановна, как к нам относилась? Да хорошо. А ей к ней как? Ой. А могло быть такое, чтобы мы в класс зашли с женой и её оттолкнули? Да нет, конечно. Судья слышит, то есть нереально это. В деревню учитель почитаемый. Ещё бы я зашёл в класс. Я ни разу не был даже в этом классе. Это уже школа-то. Я-то с армии вернулся. И мы с женой вместе. Библии раздавать. Какие Библии? Кому? Три человека было. Это всё надо было доказать. Вот это мракобесие развеять. Дальше. Во-вторых, Лапкин имеет отталкивающую внешность. Худощавый мужчина. Бледное, как поганка, измождённое лицо. Лицо поросшее. Бородка редкая, обвисшая. Речь скороговорка. Лапкин постоянно растерян и в замешательстве. Постоянно язвит. Но больше не способен. Прерывает размышления. Кстати, слово размышления очень неуместное в данном контексте. Он нервно ёрзает. Его подбородок судорожно дрожит. Совершенно бессмысленное сочетание слов. Всё так написано в книге. Про меня книги, фильмы снимают. Отрицательно это. Я должен доказать. Почему? Потому что за мной слишком многое стоит. Матросов, как положительный герой, разоблачает кликушество. И выглядит очень достойно. Он спокоен. Не придаёт никакого значения репликам и Лапкина. Он задумывается, ясно строит свои мысли. Интересуется. Просит не увлекаться надчётничеством. Матросов настолько убедителен, что даже брат Лапкина уверяется в его правоте. И выносит приговор проповеднику. Это он у нас такой усердный. Какой брат? Нас пять братьев. Какой брат? Он не знает. Он не видел никого, не знает. Это всё на суде должно было выяснить. Всё бы ничего, если бы мы ввели в этом разговоре речь о литературном герое Лапкине. Но дело в том, что на страницах 242-250-х идёт нелицеприятная речь, похожая на донос реально существующего человека по имени Лапкин, который родом из Потеряевки, уничтожен коммунистами Мамонтовского района Алтайского края. Это уже оскорбление, посягательство на честь и достоинство такого же гражданина России, как и товарищ Морозов. За такое раньше вызывали на дуэль. Хотя коммунист Морозов вряд ли это понимает. Он не личность, он винтик из партийной машины. Он живёт не в 2004 году, а в году это в 37-м. А в 2004 суд был. Ну уже, всё говорить, 11 лет прошло. Наверное, он умер уже. Теперь о себе он говорит, этот эксперт. Я знаю Лапкина и Игнатья Тихоновича очень давно. Знаю много лет его добрых дел, его ум, его интеллект. Он не фанатик, он подвижник и уже за это достойен уважения. А что касается Морозова, то ему нужно принести извинения Игнатью Лапкину и запомнить, что истина не подвластна человеку. А дорог к ней много и у каждого из нас своя дорога к ней. 5 декабря 2004 года. Член-корреспондент Академии национальной безопасности, почётный работник общего образования Российской Федерации, учитель высшей категории, директор школы номер 68 В.Я. Торшин. Виктор Яковлевич Торшин. Ну и после этого у меня там есть стихотворение. Ну, если можешь, то прочитай. Приятно осознавать, день позади. Не было здоровья, состояния. Не убыло здоровья, состояния. Собачью свору смог же осадить. Не пострадать от изыргов, от пьяных. Это искотворение проповедь в стихах. Клеветников к порогу намело, злословичих через печать в эфире. Старообрядческую ряску погнал веслом. Поверхность чистоты раскрашевал пошире. Приятно оглянуться на постели, что день прожит не зря в себе и ближнем. Все выше поле поднимает стебли. Их искры доброты безвредно лижут. Одер окружен почетным караулом, еще не завершенных дел благих. После молитвы, благостно уснуя, увидел тех, о ком Христа молил. Соединенные в одной цепи деяния, то в будущем, то в прошлом окажусь. По повелению священного писания, неисполнимо исполнится же пусть. Не выпали десятки эпопеи. Вытаскивал в суды хамьё нахалов. С трудом из бороды вытаскивал репеи. Побитые валяются навалом. То есть те, которые на меня нападают, сейчас были бы здесь, я подал в суд, от вас трухи бы не осталось. Но они тут знают, что в интернете это можно похулиганить, а где вера тогда? Приятно потянуться на кровати, припоручив в себя деснице Бога. Не дует из щелей, где конопатил, от холода завесил у порога. Картинок вечера не та, что поутру. Не зря горбатился, по чередях томился. Без головы моей и без шершавых рук. Бездомных не нашел бы и не налил им в миске. И это только за день, за один. Так как же не молиться Егове, что так удачно выбил клином клин. Успел помыться перед сном я после бойни. Вот когда я писал в четвертом году, просто покажу, если ты другие не считать, а просто так, просчитаете. Пока не начата война, просто просчитаете, маленько подержи на этом, чтобы просчитать можно было. Ну и тормознете. И дальше. Посмотри. Захвати это все, чтобы было видно. Кто пожелает, просчитает. Это из книги. А теперь дальше. Читай. Вопрос 2749. Были ли какие-то экспертизы по суду с отступниками из вашей общины? А это другой случай. У нас отступники были. Как? А вот это когда готовился к хроническому общению, и показали лавр, ну как первый иерарх зарубежной церкви, с Алексеем Вторым сидят за одним столом. И уже это они простить не могли. Все разболилось. Это уже все патриархийное. И сразу две семьи ушло. И они не просто ушли, а стали писать кляузы. И когда люди идут к нам на моление, они давали им всячески, мы добьемся регистрации, будет отнято у этой общины. То есть они буйствовали. Ну и пришлось судиться. Потому что нельзя было остановить такое бешенство. Только за то, что ни мы, ни кого тут еще у нас не было, чтобы потерявшие были. А только увидели, принесли снимок и доказали. А вы защищаете. Сплошное предательство. И оба ушли к старобрядцам. С семьями своими. Ну а там-то им никогда, там быстро поставили на место, там сели и все. А там сразу во двор выйдут, отметелят и кончилось дело. Там вот это вот и решает. Профилактика. Ответ с экспертами дело всегда терпит затруднение. Потому что нужно платить экспертам большие деньги. Я обратился к знакомому знатоку лингвистики. И он написал отзыв. Анализ части обращения ответчиков. К членов к члену Кривостово-Развиженской общины города Барнаула, касающиеся деятельности Игната Тихоныча Лапкина, как миссионера и старосты, вышеназванной общины. Вышеназванный автор обращения в распространяемом тексте, в частности, заявляет следующее. Кавычки открыты. В настоящее время в общине православное учение понимается через призму толкования Лапкина Игнатия Тихоныча, часто неподтвержденным, а иногда противоречащим святоотеческим учением. Община все более превращается в секту под личиной православия, с абсолютным авторитетом лидера и с абсолютным подавлением любого инакомыслия. То есть эти, которые сегодняшние враги скажут, о, уже до нас это говорили, это все правильно, я ничего не скрываю, это из книги взято. Если рассматривать данную выдержку в контексте всего обращения, то напрашивается вывод о том, что авторы не столько разоблачают Лапкина Игнатия Тихоныча, сколько обвиняют в евреетичестве московскую патриархию. Да. Они ставят в вину Лапкину его признание патриархией истинной церковью, пункты 1, 2, 3, как будто она не является таковой в России. То есть вместо того, чтобы добиваться единения и российских, и зарубежных христиан, авторы становятся на путь раскола и стараются вовлечь в эту смуту и членов креста Возвиженской общины. Соответствием и метод их действий, тайны, из-под тяжка. Вместо того, чтобы вступить в открытый братский диалог с тем же Лапкиным Игнатием Тихонычем в присутствии членов общины, авторы распространяют свое обращение тайно, сознательно сея семена раздора. Люди идут, они им суют, встречаются, на дом давай ходить, звонить. Ну, как сегодняшние они все одинаковые, потому что это слуги дьявола. Дьявол-то один учитель. Обращает на себя внимание и фраза, что в общине православное учение поднимается через призму толкования Лапкина Игнатия Тихоныча, которую авторы определяют как неподтвержденное, противоречащее свертоотическому учению. Вот эксперты как говорят, эксперты. Дальше. Во-первых, вынося данный приговор, они берут на себя функцию вышестоящих церковных органов, задача которых отслеживать и давать оценку тому, что происходит в церковной деятельности и священников, и миссионеров, и так далее. Если бы Лапкин Игнатий Тихоныч действительно впал в еретичество, не появился бы документ в 1991 год, подписанный митрополитом Виталием, первоиерархом русско-православной и зарубежной церкви, закрепляющей письменное благословение на всестороннюю миссионерскую деятельность Игнатия Тихоновича Лапкина. Не появился бы второй документ от декабря 2004 года управляющего Ишимско-Сибирской епархией епископа Евтихия, свидетельствующий о том, что Лапкин Игнатий Тихонович действительно является старостой крестовоздиженского прихода города Барнаула. То есть когда экспертиза была, я должен представить эти документы. Он работает с документами. Дальше. Данные документы доказывают, что никакой ереси в деяниях Лапкина нет, и никакой призмы толкования, как заявляют авторы обращения, в природе не существует. Тем более не существует превращение общины в секту под личинное православие. Если говорить об абсолютном авторитете лидера, то есть Лапкина Тихоновича, в общине, то этот факт положительный, так как мало кто из лидеров зарабатывал себе такой авторитет. И тут же авторы заявляют, что в общине староста абсолютно подавляет любое инакомыслие. То есть одно утверждение об авторитете абсолютно, в кавычках, противоречит другому, о подавлении. Обратимся к словарю русского языка Ожигова, который дается следующее определение понятия авторитет. Первое. Общепроизвольное значение влияния. Второе. Лицо, пользующееся влиянием, признанием. Смысл слова подавления заключается в подавлении подчинения себе. Тогда как быть со значением первого понятия, заключающего в себе факт общепризнанного влияния? То есть одно с другим никак не совпадает. Теперь рассмотрим в контексте отрывка смысл употребления слова инакомыслие. Если правильность действий Игнатия Тихоновича Лапкина подтверждены двумя вышеприведенными документами, подписанными митрополитом и епископом церкви, и общим признанием членом общины, то очевидно, что авторы, говоря об инакомыслии, имеют в виду только себя и никого более. Видите, как можно увидеть? И те, которые сейчас нападают, какие-то миссионеры, да они никто. Никто. Я их называю кодло патриархийное. Кучей собирается и вокруг меня визжат, лают, кусают, плюют бешеные псы. И далее, если староста проповедует мысли, не противоречащие учению церкви, а авторы обращения инака мыслят, то напрашивается вывод, что не Лапкин еретик, а с еретиками являются истцы и ижи с ними. С какой цели написано и распространено обращение? Защищает ли авторы чистоту веры или переследует свои эготические цели? Если это защита, то почему они действуют тайно, за спиной староста и подрывая его авторитет, обвиняя в ереси, вербуя всесторонников в тайных беседах, не учитывая мнения вышестоящих отцов церкви, не вступая в открытую полемику с Лапкиным и проповедником? Ответ на эти многочисленные вопросы один. Авторы, используя недозволенные приемы, сами ушли от веры и, скорее всего, пытаются таким путем усилить свое влияние на члены общины и выдвинуться на первой роли. Конечно же, в сложившейся ситуации, Игнат Тихонович Лапкин поставлен в невыгодную позицию защищающейся, хотя каяться ему, по сути, дела не в чем. Ибо он создал общину, он сплотил людей вокруг себя, он дал людям великую цель в этой беспросветной полукоммунистической стране. Но люди есть люди, и даже среди апостолов нашелся тринадцатый, что же говорить о простых смертных. Для общины потеря братьев и сестер во Христе тяжелый удар, но старости движет не обида, не желание мести. Движет им желание того, чтобы отошедшие поняли свою ошибку и вернулись в луна церкви, совершил обряд покаяния. Именно поэтому он предлагает авторам обращения даже текст этого покаяния, чтобы облечить им путь назад. И это по-христиански, благородно. 9.04.2005 года. Член-корреспондент Академии безопасности, правопорядка и местного самоуправления, почетный работник общего образования Российской Федерации, учитель русского языка и литературы высшей категории, учитель-методист, дипломат Международной райармарки УЧСИП 2005, номинация «Лучшее учебное пособие». Фамилия внесена в 2004 году в энциклопедию Российской Федерации «Лучшие люди России». Директор школы номер 68 Виктор Яковлевич. Дальше просто прочитает. Это я уже добавил дальше, как эпиграф. И дальше стихотворение мое, проповедь стиха, как называют. Я сейчас его продержу, чтобы вперед можно было посмотреть, не считать. Время уже нет. Посмотрите. Ну вот откуда. Еще вопрос. Вопрос 1469. Когда вы представляли свои книги на соискание Демидовской премии, то нужны были отзывы читателей об этих книгах. Неужели не было отрицательных отзывов? Так не бывает. Предведите хотя бы несколько из них. То есть у меня в то время было 4 тома открытым оком, а их всего 33. Ну и другие вышли уже 4 книги, 8 книг. Ответ. Ответ. Меня за эти книги клеймят заочно со всех сторон и от всех конфессий. Повторяю, что только заочно. Но ни одного конкретного случая с указанием точного места страницы книги никто ни разу не указал. Так, ворочание по сторонам. А мне это не так приятно, что книги безукоризненно точно вписались в сознание наших людей, что они, как кони в упряжку, вошли, и хомут не трет. И хомут? Не трет. Им шею нигде ни одной оглобли не давит под дых. Рецензия на книгу Игнатия Лапкина открытым оком. Четырехтомное произведение Игнатия Игнатия Лапкина содержит ответы на вопросы слушателей, заданные ему за 40 лет проповеднической деятельности, а также тексты тематических занятий проповедей, проводимых автором в поселке Потеряевки, Мамотовского района Алтайского края, где им основано социальное поселение и где в течение более 20 лет функционирует православная община. Произведению открытым оком свойственен почти энциклопедический охват всех сторон человеческой жизни. В нем последовательно и непротиворечиво с позицией исходных документов христианства и прежде всего Евангелия трактуется и разъясняется детали православной веры, вопросы священного писания, внутреннего мира человека, семьи, работы, отношений между людьми и других экспектов человеческого бытия. В своем произведении Игнатий Шлапкин последовательно и непротиворечиво отстаивает нравственность и мораль православного человека. Мир автора построен на принципах внутреннего самоограничения, высокой требовательности прежде всего к себе и верующим. Сильной стороной произведения являются точные и всеобъемлющие ссылки практически по любому вопросу на религиозные первоисточники. Однако автор проявляет высокую эрудицию и в области ответственной литературы, поэзии. Он не лишен определенного поэтического дарования, что и использует широко в ответах на свои вопросы слушателей. Заслуживает внимания четко лишенной агрессивности и позиции автора по отношению к иным конфессиям, другим вероучениям. Так, в ответ на вопрос, почему мусульмане и евреи убивают христиан, автор отвечает только по тому же самому, почему христиане убивают евреев и мусульман. Особую ценность, на наш взгляд, представляет его опыт и получение в работе с сектантами. Это не окрик, не насмешка, это проникновение в мир инакомыслящего, это диалог в поисках истины. Особый интерес представляет предложение занятий проповеди в потерявке, через который читатель имеет возможность в деталях проследить практику жизни общины, в том числе воспитания детей, решение многочисленных бытовых социальных вопросов, естественно возникающих на практике. Проникновенным словом, обращенным к верующим и прежде всего к детям, автор в своих проповедях повсеместно призывает любить и сохранять природу, например, специальное занятие посвящено воде. Игнат Тихонович Лапкин демонстрирует широкие познания в теме, привлекает нетривиальные аргументы и приводит к естественному выводу о необходимости бережного обращения к этому важнейшему и самому драгоценному минералу на земле. Простым и доходчивым языком проповедник рассказывает детям о пчелах, земле, собаке, учат их любви к миру, к живой природе. Конечно, мир, который восходит к нам со стороны открытым оком, зачастую метафизичен, не допускает вариантов. Автор смело высказывает однозначное мнение по любой проблеме, о черных дырах в космосе, о целесообразности полетов в космос, об игре в шахматы и другие. Тем не менее, это мир человека с огромной жизненной школой, не на долю которой выпали многочисленные лишения, несправедливые потрепритеснения вплоть до ошибочного тюремного заключения, который не только в словом, но и в созидательном трудом на протяжении десятилетий завоевывал право быть услышанным. Простым и сочным литературным языком автор излагает мировоззрение, с которым находится в глубокой внутренней гармонии. Книга открытым окон, безусловно, представляет интерес для широкого круга читателей, как исповедующих православную веру, так и разделяющих ее отдельные догмы. И даже для тех, кто, признавая высокие культурные ценности христианства, не разделяет его основных позиций. Это книга о людях и для людей, о сложных и мучительных путях поиска истинного и смысла жизни. Кто это пишет? Проректор по учебной работе Алтайского государственного технического университета профессор Семкин. Борис Васильевич, вот интересно, мне говорят, о, евреи, с тобой руководят. Вот, пожалуйста, считается, самый умный профессор, как мне сказали. Академик там. Приходил, когда мне хотели патриархийные оттуда выкинуть, он пришел и говорит, зачем они эти делают? Почему они среди меня работают? У меня снимки с ним есть. Он приходил к нам сюда, здесь был, в общем. В Демидовский фонд отзыв 3-го, 12-го, 2002-го года в главном корпусе ГТУ в Ползуновском центре состоялась презентация книг Игнатия Тихоновича Лапкина. Как автор, такие вот книги весьма экстраординарны. Прежде всего, об авторе. Это другие уже люди пишут, другие отзывы. Меня просятся, я дал эти отзывы. В этом человеке поражает все, и это все в превосходной степени. Хорошо знаешь Игнатия Тихоновича Лапкина по его жизни с уверенностью говорят о том, что он, как православный христианин, максималист. То есть, если любить, верить, работать, надеяться, то до конца, с полной самодачей обвестения лукавства. Отфея 5-37. Ну, да будет слово ваше да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого. Игнатий Тихонович Лапкин это человек, аскетического образа жизни, максимальной требовательности к себе и окружающим, чрезвычайного трудолюбия и небывалой трудоспособности, фанат веры и исповедник истинного православия, за что полные меры испытал на себе узы коммунистического гулага. Он особенно неординарин и вместе с тем привлекателен тем, что среди людей, живущих и живущих на земле, для него нет абсолютного авторитета или человека, перед которым он стал бы заискивать, ласкательствовать. И это потому, что однажды, более 40 лет назад, по провидению Божию, обретя истинную православную веру, он сверяет свою жизнь по абсолютному авторитету, догмату веры, Евангелию. И все эти годы он несет учения Иисуса Христа всем жаждущим Слово Истины. Как сам автор, так и его книги неординарны. Это не пища над потребой для удовлетворения человеческих страстей, не бульварные романы или детективы с многокрасочными побложками и заставками. Но это книги, являющиеся зеркалом жизни автора, продолжением и составной части его самого, его веры, надежды и любви. Уникально уже то, что восемь весьма объемных книг написаны и изданы за очень короткий срок, менее чем за год. Понятно, что эти книги итог всей 40-летней титанической работы Игната Тихоновича Лапкина. Ни один здравомыслящий человек не остается равнодушным при чтении его книг. Так всем, так книга стихов «Церковь, свобода, тюрьма» одними вовсе не признаются стихами, а другими же теми, кто знает Игната Тихоновича Лапкина и знаком с Священным Писанием, считается запой, ибо они сопереживают с автором его радость от общения с Богом, сочувствуют его нравственным и физическим страданиям, неизменно необходимым для совершенствования и во имя спасения живущих рядом людей. Стихи, да, это стихи, они живут, читаются, перелагаются на музыку и с энтузиазмом поются. Еще одна особенность стихов и спешленность страниц книги с ссылками на Библию, по примеру всеяких писателей, таких как Дмитрий Михайлович Достоевский и Николаевич Толстой. Для всех желающих усвоить огромный неприоценимый опыт следования за Христом для обретения святости в чем? По словам Тертулиана «И состоит смысл жизни» настоящая книга и энциклопедия «12 книг Можитий Святых» по Демитру Ростовскому станет книгой на Тикшин Лапкина «Симфония на жития святых». Книга к истинному православию открывает кровоточащую рану сердца автора. От осознания трагедии православия вообще и русско-православной церкви, русского народа в частности. Весь в своем мудрый, но на основе священного писания книги правил жития святых и трудов святых отцов православной церкви авторам исследуются причины кривизны наших путей, ослабление православной веры и предлагаются пути и способы выхода из этой трагедии. Вот почему я нахожусь здесь. Причина. Автобиография Игнатикишна Лапкина изложена им в книге «Для слова Божия нет уз», на редкость без прикрас по совести сверенной по Слову Божию. Читая эту книгу, мы следуем за автором от начала веры в Бога ко встрече со Христом через его Святой Евангелие по пути проповеди Слова Божия, борьбы за чистоту и православие, исповедничество в тюрьмах и в гонениях от официальных государственных служб и, увы, церковных властей. Убедительность этой книги в изобилии приведенных документов. Здесь же изложен и совершенно уникальный опыт возрождения на основе истинного православия малой родины автора. Разрушена некогда советская власть в деревне. Настоящим настольным пособием для многих тысяч людей должны явиться четыре тома книги открытым локом, где даны ответы на 1400 вопросов верующих и неверующих гляди по самым разнообразным темам, волнующим душ, ум, совесть, сердце человека. Здесь же изложены проповеди, противосектантские материалы, методические рекомендации по воспитанию детей, изучение Евангелия на совместных занятиях по созданию истинно-православных общин. И в этих книгах также отсутствуют тщетные свои мысли, но есть мощный фундамент, авторитет Христа. Его учение Святого Евангелия это насыщенность книги, открытым локом, духовными материалами делает ее лакмусовой бумажкой для каждого читателя. Этот человек уже не сможет остаться прежним. Он либо отвергнет все изложенное в книгах и признает себя не христианином, либо для начала задумается, а так ли я живу. Мы сотрудники краевой клинической больницы имевшие и пациентам и проповедникам Игнатия Тихоновича Лапкина, познакомившись, прочитав его уникальные книги, пришли к выводу, что его жизнь и книги несут для людей свет, заставляют глубоко осознать смысл нашего бытия, подвигают к покаянию, обретению истинной веры, надежды и любви. Поэтому мы хотели бы попросить комиссию Демидовского фонда из его председателя Владимира Филимоновича Демидовского достойно оценить этот фундаментальный труд Игнатичного Лапкина, подписи. Видите, я немножко показал, но это не все. Тут еще вопрос, видите, вот еще раз показать нужно, сколько вопросов, в каких книгах, потому что не все это будут знать. Какой вопрос? А ты сразу раз на эту книгу, если книга есть. В интернете тут открыть можно. Но тут другое еще. Вот. Вот это надо посмотреть. Посмотрите еще отзыв. Россия должна встать. 24 июня всего года в уважаемой краевой газете Алтайская правда появился фоторепортаж Боброва. Бобров это первый секретарь КПРФ Железнодорожного района города Барнаула. Потеряевка. Миф и реальность под странной рубрикой вопроса без ответа. Действительно, автор этой публикации обывал накануне составить делегации КЗС во главе... Это краевое законодательное собрание. Вот кто с мной занимается лагерем. Во главе с известным поборником нравственности зампредом КЗС Б. Петренко, главным санитарным врачом Амутовского района Смирновым и другими официальными лицами в детском православном лагере Стане в расположенном здесь же поселке Потеряевке имела полную возможность задать начальнику лагеря Игнатию Лапкину любые интересующие его вопросы. Но почему ты этого не сделал? Ставить такую рубрику к рыбой массовой газете по таким материалам как-то не солидно, не подумавши. Впрочем, это мелочи. Ниже речь пойдет и о более важных промахах автора. Информационным поводом для написания материала Бобровым послужила недавней публикацией в той же Алтайской правде статье Олега Логинова, в целом дающей положительную оценку увиденному Заколовкам. Стан как место раздумий во время пути. Одни были, написали, теперь коммунисты опровергают, а теперь главный редактор газеты на их отмечает. Для того, чтобы грамотно организовать большое хозяйство в чистом поле, где создался в лагере Стан Игнатий Лапкин, не имея ровно никакой поддержки сверху и никаких личных капиталов нужны могучая энергия, талант, ум, знания, воля, организаторские способности и главная четкая, ясная цель в жизни. Все это есть у начальника лагеря Лапкин, выдающийся организатор. Он создал на чистом месте, на развалинах некогда существовавшей деревне потерявки, откуда сам был родом. Новое село, основанное на принципах православия. Жителем его может стать только тот, кто верует, не ворует, не курит, не пьет, не матерится, не лжет. Старое село в числе еще таких же 400 на Алтае. А сколько их было в России? 17 тысяч ликвидировал как неперспективный, бесноватый ленинец Хрущев, стоявший в 50-60-е годы во главе КПСС и Совмин СССР. Его разрушительную политику продолжил верный кавычках ленинец Брежнев. В результате сотни тысяч крестьян были превращены в Люмпенов в Великате поле. Это был третий крупный наезд на российскую деревню. Первый, как известно, существовал сам Ленин в годы военного коммунизма с подразвертками, продотрядами и комбедами, массовым организованным решевиками голодом, мором, крестьянскими восстаниями и кронштадтским мятежом, беспощадно и кроваво подавленными. Второй коллективизацию организовал и провел верный Ленинец Сталин по проекту Троцкого с разграблением, выселением и фактической погибелью шести миллионов лучших крестьянских семей. И вот это третье, Хрущевское, Никита деревню старательно добивал и добил. Таких, как Лапкин, сильных, умных и талантливых до революции были тысячи миллионы. Он сын могучего народа, случайно уцелевший в самом подлом и самом подлом и самом страшном геноциде 20-го столетия, когда слой за слоем были планомерно уничтожены культура, мозг и энергия нации. Аристократия, интеллигенция, духовенство, купечество, передовые слои крестьянства, кулачество. Игнатий Тихонович поставил перед собой сложнейшую задачу возродить кусочек прежней растоптанной России. И чудо, растоп, посаженный на пустыре некогда цветущего оазиса, стал приживаться. Тут бы ему помочь, посодействовать, а ему ставят палпалки в колеса. Бобровы, Петренки, Смирновы часто по недомыслию, иногда из зависти, а враги тех, кто потоптал Россию из бешеной злобы. Вот это вот как раз патриархийные из бешеной злобы нападают. Ну деревня, ладно, одесский лагерь то ему для чего? Для укрепления идеи преемственности православных поколений, для воспитания детей в духе забытой истинной веры предков, чтобы не манкуртами росли пялись телевизора, где ни звука русского, нерусского лица, зато с избытком мордобоя, порнографии, назоривой рекламы западных ценностей, в кавычках, а с сынами, помнящими свое родство. И дети живут здесь позав видом Христовым, почитание родителей своих и старших. В лагере есть также мини-пекарня до 100 булок в день, электричество, 5 холодильников, подвал для хранения овощей, баня, пляжи, пирс на озере, вигвам, место для костра, в свой колодец питьевой воды столовая, в деревне в 500 шагах телефон. Здесь всегда готовы оказать помощь врач, кандидат медицинских наук, медсестра. Как это все удалось соорудить? Сделать, сотворить этому человеку? Конечно, он трудился не один. Самое время упомянуть и о тех, кто помогает Игнатию Лапкину в его праведных трудах. К счастью, есть и такие. Царский подарок в кавычках сделал детям на 7 тысяч. Купил и завез лагерь новых матрасов, 60 штук. Предприниматель Иван Вячеславович Лопатин. 50 кителей и брюк БУ в больших потреблении, а также 112 подушек и матрасы БУ уподарило лагерю летное училище с помощью депутата Барнаульской городской думы полковника Анатолия Петровича Макарова. То есть я там вел занятия и когда превращали в милицейский, вот и расформировали, мне это все дали. Регулярную помощь оказывает директор РТИ Анатолий Петрович Хромов. То шланги для полива и доставки воды до 100 резиновыми лодками для катания детей по озеру поделятся. Высоко отозвался Лапкин и о генеральном директоре Барнаульского станкостроительного завода Вячеславе Григорьевиче Горшкове, который в частности выделил насос для заказчика воды из озера для полива. Персоналам лагеря молодые ребята Слава и Виктор, девушки Наталья, Ольга и другие занимаются детьми бесплатно. У них добрые сердца. С ними детям хорошо, тепло и уютно. Они чистые, одухотворенные люди. И это настолько необычно в наши дни, что поневоле возникает вопрос зачем им это надо? Думаю, перед нами ростки новой настоящей России, которую возрождает Лапкин. В той же прежней стране были высокие понятия брат и сестра милосердия, кавычках. Даже представители царской семьи участвовали в этом подвижничестве, ухаживая за ранеными в госпиталях, за больными ТИФом. Эти из той же забытой ныне природой людей. Зашли мы с Игнатием Тихонов еще и в деревню. Здесь уже 15 дворов, строящихся и уже построенных. Здесь живут, играют свадьбы, 6 свадеб и ни одного развода. Растут 14 детей дошкольного и школьного возраста. Потеряевка живет по строгому православному уставу. Люди берегут себя от греха, трудятся в поте лица своего, выращивают зерно, занимаются животноводством, строят новые подворья, возводят огромный амбар под зернохранилище. Здесь есть церковь, библиотека, школа. Все это создано своими руками за несколько лет без всякой помощи государству. Да, они и не привыкли рассчитывать на чужую помощь. Каждый старается все делать сам. Ну а если есть острая необходимость, соседи помогают друг другу. Здесь нет воровства. И это в стране, в которой еще Карамзин сказал, воруют. По просьбе сына я взял его на несколько дней домой. Дима соскучился по бабушке дома и нашему красавцу коту Пушку. На третий день он сказал, пап, не хочешь обратно в лагерь? И я отправил его туда снова. Владимир Клименко, редактор газеты за наук Алтайского госуниверситета. Ну дальше его данные. И сейчас он является уже много лет редактор и партийальной газеты Алтайской комиссии. Так, теперь придется досчитать уже. Мечестра. Игумен Сахаров Кирилл. Ну это его на Берсеневке метров 200 от храма Христа Спасителя по эту сторону канала. К нему можешь зайти. Я там у него бываю и проповедую в храме. В Барнауле по телефону я общался со знаменитым алтайским проповедником Игнатием Тихоновичем Лапкиным. Первая встреча с ней произошла в Москве в 1990 году. В вопросах веры должна быть непреклонность. Вспомнились его слова. Главное это личная встреча со Христом. Православные плохо знают Слово Божие из-за славянского языка, богослужений во многом. Люди не понимая службы идут к сектантам. Русский текст Библии Игнатий Тихонович считает очень добротным. Четыре академии работали над переводом. Лапкин уже много лет находится в центре религиозной жизни Барнаула. Его личность и взгляды вызывают очень противоречивые оценки. Игнатий совершенно выпадает из всех определений. Не вписывается ни в какие рамки и не соответствует никаким ограничениям. Это явление не подвержено никакой классификации. Целый материк. Феномен. Вундеркинд энциклопедические знания. Для него идеал первохристианства. Но в то же время он строго выступает за хранение канонических норм церковной жизни, за благоговейное поведение на службе. Он не может себя сдержать, когда видит какие-то недостатки, пороки в церковной жизни. В частности возмущается тем, что священники не учат народ, что слабо слышно Слово Божие, проповеди однообразные, что в центре проповедей не стоит Христос, Его благовестие, спасительная миссия. Квышки открыты. У них часто все сводится к примерам ей жизни, говорит он о священниках, и потому у них теряется сердцевина христианской жизни. Нет проповеди о Христе, о распятом и воскресшем. Поэтому он не сдерживается, но когда тот, кого он обличает, попадает в беду, то Игнатий выступает часто в одиночестве, в защиту этого человека. Так было с упомянутым отцом Николаем Войтовичем, когда его стали обвинять в аморальных поступках. Игнатий встал на его защиту, хотя для него Войтович олицетворение всех недостатков и компромиссов в московском патриархате. Игнатий может часами плакать в ограде церковной о чем-то. Дайте народу Евангелие, допустите народу Божий к Богу. Когда он что-то говорит своим язычным голосом, священники уже знают, не видя его. И реакция милиции вызвать и так далее. Самое печальное, по мнению Игнатия, это то, что священники, которые укоренились в церковной жизни за советские десятилетия, просто считают, что все нормально, не знают, чем каются, в чем измениться. И это считает он самое трагичное. Обращаясь к прихожанам Я говорю вам, как видите, довольно остро. Но я просто хочу воспроизвести вам образ человека, который влияет на миллионы людей, известен в масштабе России. Тысячи кассет, публикаций, кинофильмов про него показываются. Это явление нельзя игнорировать. Можно принимать далеко не все. Я с ним спорил по многим вопросам, но это целое изъявление. Поэтому важно иметь представление о нем и провести правильный анализ того, что он говорит, отсеять рациональное зерно от того, что для нас неприемлемо. Одно из самых моих сильных впечатлений в жизни жизнь потерявки и общение с Игнатием. Исключительно одаренная, богатая, духовная личность постоянно открываются новые и новые грани. Ежедневно общаешься с 5 утра до 9 вечера и каждый день неповторим. Десятки новых примеров, никаких повторов, никакой скучноты, новые краски и грани. Игумен Кирилл Сахаров, 1999 год, от адрес Москва, Бересеневская набережная, 2022, Никольский храм Святой Троицы, храм на Бересеневке, телефон 095-230-03-18, Аввакум, 1-5. Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Псалом 37-12. Друзья мои искренне отступили от язвы моей, и ближние мы стояли вдали. Вот я хотел показать, например, почему мне необходимо это говорить. На меня слишком много задействовано. А я, как могу, если я обвинен, и не оправдался, значит, все мое дело, никакой лагеря нету, деревня не нужна. Поэтому не судите прежнее время, вы же меня судите, а не я вас. Вы ко мне пришли на мои ресурсы, ну, просто не годится вот сегодня, прям матерками кроет, ни на возраст, ни на опыт жизни, ни на чего не смотрят. Ну, просто кодло, то есть бешеные псы. Да простит им Господь в судный день и не вменит этого. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.